Сегодня в полночь завершается предвыборная агитация на выборы в Мажелис и Маслихаты Казахстана. Политическим партиям и кандидатам-самовыдвиженцам давался ровно месяц на то, чтобы привлечь как можно больше голосов в свою пользу. Некоторым участникам электоральной кампании даже пришлось обращаться в суд. Для чего? Узнаем у моего коллеги Бахтияра Даркеева. Он с нами на прямой связи с Центральной избирательной комиссией. Бахтияр, приветствую, тебе слово. Бахтияра. Общественного мнения распространения анонимных агитматериалов. Один кандидат в Алматы привлечен к ответственности по статье 122 Коап. Он нарушил условия проведения предвыборной агитации, бесплатно оказал гражданам услуги такси. Нарушитель признал вину, его регистрация также была отменена. Отменили регистрацию кандидатам и по всем другим фактам, которые выявила Генеральная прокуратура. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия. Впрочем, были случаи, когда участники электоральной кампании через суд добивались восстановления своих прав. Они смогли доказать, что в ЦИК на момент регистрации предоставили достоверные факты о своих доходах. Все они баллотируются в депутаты Мажелиса. Бахтиар, а что известно по наблюдателям? Как они оценивают ход предвыборной кампании? Каких-либо замечаний на данный момент они не высказывают. Сегодня, например, к прессе вышли главы миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества и парламентской особлей ОДКБ. В интервью они заявили, что удивлены численностью и личными качествами кандидатов депутаты. Предлагаю их послушать. Хочу отметить также то, что мы услышали. Такой очень интересный и, на мой взгляд, положительный факт. Это средний возраст кандидатов на членство в Мажелисе и также в парламентских законодательных собраниях. Это меньше 46 лет. То есть это показывает, что депутатский корпус страны сильно омолаживается и это, несомненно, придаст развитию Казахстана новую динамику, новую гибкость и, я бы сказал, новую креативность. Когда нам довели цифры, сколько кандидатов зарегистрировано именно по мажоритарным округам, мы были впечатлены тем интересом и тем количеством кандидатов, которые действительно прошли регистрацию. И мы видим, что и людям, и кандидатам интересно участвует в политической жизни Казахстана. Напомню, что за выборами депутатов в Мажелисе и Маслихаде страны будет следить почти 800 наблюдателей. И большая их часть представлена различными международными организациями. Айнур, это вся информация к данному часу. Тебе слово. Спасибо, Бахтиар. А мы продолжим.